Мы продолжаем цикл искрометных и познавательных передач про ножи РВС. Сегодня рассказываем про разные-разные виды всяческих подвесов и способов ношения ножей РВС. И с вами Алексей Бонс-Абрахманов и Михаил Душилов-Медведков из ножей РВС. Но начнем с маленького и потом будем увеличиваться в размерах ножей. Вот на мне сейчас надет маленький городской нож. Здесь даже дело не в моделях, я могу называть модели, но дело не в моделях. Нож круглый М, даже уменьшенный круглый. Что интересного в этом способе? Ножны в данном случае используются без клипсы, используются без дополнительных приспособлений и привязаны просто за отверстие к ремню. Очень прочное, очень компактное, скрытое ношение ножа. Сам нож небольшой, прекрасно извлекается, убирается и под одеждой не видно. Вот у Алексея нож. Я не люблю носить вертикальный нож, потому что он мне натирает чуть выше. Я ношу ножи все время горизонтально. Соответственно, да, тоже нож без клипсы, зафиксирован паракордом. Там конструкция очень плоская тогда получается, она очень легко под одеждой скрывается, не мешает. И самое главное, что ей очень удобно пользоваться одной рукой, потому что когда нож паракордом фиксируется, он плотнее к ремню находится, и одной рукой его можно и вставлять. Понимать понятно можно из любого вещей, можно и вставлять. Если он висит на клипсе или на горизонтальном нашем переходнике, он немножко туда-сюда ездит. Паракордом он фиксируется плотно. Плюс у нас есть такая наша ИРВС-овская, как бы, ну назовем ее фишкой. Мы, да, 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 чтобы вы точно и надежно знали, что вы вставляете нож, ну вот, не беспокоились за него, да, он упирается в пряжку, и пряжку ремня можно чуть-чуть налево сдвинуть, ну не посередине носить. Тогда у вас рука здесь, да, если вот я ее посередине выставлю, у меня рука сюда немножечко торчит. То есть если я сделаю на выпуск, да, у меня рука будет немножечко вот сюда вот. Но если надета куртка, надета куртка вообще все скроется, вообще не будет. Ну под свободной одеждой верхней, да, в общем-то, как бы. И здесь очень коротенькое движение, очень там оно экономичное, экономное и очень легко. Это самое маленькое расстояние, которое руке нужно до ножа проделать, если его нужно вот, ну, если он у вас здесь. Соответственно, можно его чуть-чуть, сдвинув если пряжечку, сюда еще побольше убрать, и он еще тогда еще больше прячется. Тут его тогда вообще, конечно, и незаметно. Вот, я пока буду снимать нож. Да, я перейду к такому вот ношению. Здесь нож, стандартных ножных, но клипса переделана, немножко, причем немножко переделана, она перенесена на противоположную сторону. То есть, штатное расположение клипса вот с этой стороны. Здесь, с обратной. Что это дает? Это ношение на кармане. Иногда бывает очень удобно носить нож просто на кармане, в полевой одежде, ну, в принципе, в городской какой-то одежде. То есть, бывают, ну, бывают же, что брюки без рюкзака. Часто в рюкзак, кармасно не закрывается у рюкзака, или какая-то, какой-то благоватый есть, вот, не закрывается. Да, у меня нет бокового кармана, на самом деле, можно его повесить вот на карман, на карман какой-то, вот, на штанах, и все. И прекрасно он извлекается нож, прекрасно он убирается, и не нужно дополнительно никакие там неревинные приспособления. Так, про что вы произвели? Я снял ножик, да, хотя сказать еще пару слов, да. Ножны наши делаются обычно на шести винтах, да, то есть, шестью винтами они фиксируются, и четыре отверстия оставляются для паракорда, там, где сейчас винты. Если ножны перекрутить наоборот, да, то есть, оставить четыре винта и шесть отверстий под паракорд, ножны прекрасно, как все равно, держатся, они становятся чуть легче, да, то есть, ножик извлекает. Чуть легче отвлечения. Да, он все равно, ничего с ним не происходит, то есть, вы не беспокойтесь, что он может упасть, просто вы получаете большее количество отверстий для паракорда. Так, дальше. Ну, я что, я могу пока рассказать, или ты хочешь? Давай я расскажу про, в принципе, про классическое расположение ножа при ношении, то есть, если возьмем любую серийную модель, то классическое расположение клипса здесь, вот клипса здесь, нож расположен рукоятью вверх. На данном ноже, нож-варан, тоже расположена здесь клипса, но ее, может быть, не очень хорошо видно, вот это вот приспособление позволяет отворачивать ее и переворачивать на другую сторону. То есть, если данный нож расположен вот так, отвернув ее и перевернув на обратную сторону, я, чтобы не терять время, показываю на двух отдельных ножах, вот получается клипса в перевернутом положении. Вот. Он очень удобно извлекается, очень удобно такое ношение с верхней одеждой. Я сейчас не буду майку выпускать, на самом деле майка все это закроет. Если куртка, а вот представьте, куртка, вам нужно из-под куртки достать что-то, и вот нож. Что-то это нож. Если он извлекается наверх, ее нужно разбавить. Да, это какое-то сложное движение. А здесь он в руке сразу. То есть, даже не надо никуда лезть, просто достаточно за краешек ухватиться, ножа, и все, он в руке. Давайте немножко перейдем. Есть у нас продвинутые подвесы для полевого ношения. Да, в данном случае это вот ножик для ношения на горке, для горки мы его делали. Ну, в общем, его можно носить на любом ноже без меня. То есть, он крепится вот этой вот штаной. Да, на любых штанах. За шлевку вы его крепите. Можно его, ну и нужно, да, фиксировать тоже при помощи паракорда. Не особо тубой угол делаем. Например, я на морском обычно. То есть, это дело морское очень легко расходится. У меня остается свободным карман, да, для использования я могу попадать в карман. Ножик у меня все время находится под рукой. Тоже я действую все время одной рукой. Я могу сидеть в лодке, сидеть в машине, сидеть где-то просто там приседать. Нож всегда находится так, чтобы мне удобно его достать и извлечь. Вот, здесь также у нас используется еще такая... То есть, вот это вот... Да, вот эта петля, да, из стропы. Ее можно продевать в ремень. То есть, в общем-то, и на ремень можно носить. Наши свободные подвесы делаются вот с этой петлей на ремень. Здесь у нас есть этот самый карабинчик, да, с карабинчика можно нож снять и оставив петлю, да, на ремне, чтобы вам не нужно было ремень там расстегивать, застегивать. Это надо бывает нужно, например, например, отправляешься в поход. Да, с собой есть рюкзак, ты оделся, есть подвес. Но в транспорте, в электричке, где-то вот не пойдет корректно, чтобы висел подливик на виду. Отстегнул, убрал, пришел, пристегнул, привязал, все. Вот и в деле нож уже находится на своем месте. Ну, немножко расскажу еще про дополнительное такое вот приспособление. На ремень надет. Может быть, ее не видно, но небольшая пластмассовая рамка. Мы ее называем горизонтальный переходник для горизонтального ношения ножей. То есть, при стандартном расположении клипсы, мы возьмем другой нож, чтобы не думалось, вот стандартный варалк. При стандартном расположении клипсы, вот на этом переходнике, нож можно носить горизонтально. Если вот не привязывать его, а просто вот так вот застегнуть, некоторые люди любят так носить. Тоже прекрасно извлекается. Мы всем рекомендуем и советуем облокачиваться большим пальцем на ножны. Не просто дергать и возить по себе, а большим пальцем нажимаете, нож извлекается. Не хватает, в принципе, одного пальца и вставлять, и вынимать. Бамс. Вот. И вот такое вот тоже компактное мобильное ношение. Что можно еще рассказать? Теперь, я думаю, можно рассказать про... Снаряжение. Про снаряжение. Да, ты пока доставай рюкзак, а я пока коротко пройдусь. Про снаряжение, да. Как раз правильно Михаил и говорил, да, если вы нож снимаете с подвеса, защелкиваете его просто, да, он остается у вас вот там, в таком положении. На нем есть всегда отверстие, которое вы можете, например, взять себе и закрепить на рюкзак. То есть вы берете ножичек и крепите его паракордом на... Так, на правое, правое. Давай я помогу? Да, все-таки это... Так, так, так. Сейчас мы его прогоним через два. Да, здесь дело не в какой-то скоростной там деятельности. Здесь-то как раз, наверное, это спокойно делается. Вы приехали на природу. Ну, или где вы считаете, что можно носить нож на виду? Спокойно. Ну, или просто вы идете на марш, да? На марш. То есть вы вышли из лагеря. Вы... У вас... Вы находитесь в пути, да, вам будет неудобно лазить под одежду, под рюкзак доставать нож с пояса. Вы берете и крепите его себе на... В данном случае рюкзак не имеет поясного ремня, а если поясник надет, а частенько бывает поясник, он мешает ношению ножа на основу. Ну, и, в общем, можно вполне спокойно просто узлом крепить, да. Мы иногда используем просто зажимы для паракорда, но быстрее получается. Вот надень рюкзак, покажи, что получилось в результате. Вот, смотрите, да. Ну, я одну, надену лямку. Да, вот надень обе. Вот и все. Вот, да, нож у меня на снаряжении. Тут, конечно, важный момент, такой, не вставить нож потом себе. Ну, некоторые поэтому носят не с правой стороны, а с левой. С левой может быть даже безопаснее, чем может быть здесь. Да, это, как кому удобно. Дело привычки. Ну, вот такие разные виды. Ножны. Сейчас наши новые ножны мы стали делать все с 10 отверстиями. Раньше делали меньше отверстий, сейчас делаем 10 отверстий. Для чего? То есть сразу людям предоставляем варианты крепления. То есть раньше мы говорили, люди, вы можете сверлить отверстия сами. Не надо не сверлить, мы за вас сделаем эту работу, пользуйтесь на здоровье. Ножи по умолчанию имеют дополнительные отверстия. Для шнуровки. Короткие ножи для какого-то такого. Длинные ножи имеют отверстия дополнительные. Тоже можно привязать, привязать к ноге. То есть вариантов много. Но опять же, ножны разборные. Сейчас выпускаются ножны все разборные, обслуживаемые. Так что, вот, вариантов много. Всего вам доброго. В общем и целом и рассказали. До новых встреч. До свидания. Удачного поюта.